Сельские истории Сельские истории А начиналось все в далеком 1498 году На месте современной деревни Волышова Находилось поместье Захара Беспятых и трех его сыновей Предполагают, что название села произошло от Вол и Ишов Или от прозвища Волыш Человек с таким прозвищем действительно жил в этих местах К 1539 году поместье было роздано другим владельцам А деревню Волышова записали за помещиками Хлусовыми Там было три крестьянских двора, имевших 25 десятин земли и один беспашный Во второй половине 18 века села Волышова принадлежало помещикам Овцыным Затем перешло к Васильчиковым Сельские истории В конце 18-го, начале 19-го века Главными зданиями в нем были господский дом Близ него церковь Всемилостивого Спаса С обеих сторон парадного двора По два небольших домов лигеля Напротив господского дома Конюшни, конный двор с примыкающими к нему жилыми зданиями Как рассказала мне порховский краевед Лидия Васильева Именно с конюшень все и начиналось Конюшни, которые были построены Овцыными Это самое старое здание на парадном круге Это ограда, похожая на ограду летнего сада С высоким, более метра гранитным постаментом Тут надо больше полтора метра отрыть Чтобы получить истинную высоту от этого постамента И самой ограды чугунной Это уже обустроено было последним владельцем Сергеем Александровичем Строгановым Удивительные вот эти конструкции дубовые Вот эти деревянные дубовые конструкции Которые держат вот эту огромную тяжелую крышу Уже больше 150 лет Иногда в манеже есть вот такие подпорки, колонны Вот здесь все сделано так, что свободное пространство И нет никаких ограничений ни внутри, ни по богам В манеже грациозно вышагивают лошади с юными наездниками Эти породистые животные демонстрируют способность К правильным движениям на всех аллёрах в различном темпе Плавные и ритмичные переходы из одного аллёра в другой Так комментирует тренировка моя новая знакомая Екатерина Она с детства рядом с лошадьми вспоминает, что в советское время Здесь был известный на всю страну конезавод У меня раньше отец занимался по профессии наездник Когда был вообще вот вниз вот спускаться Вот точнее отсюда выезжать, налево поворачивать Там раньше вообще три конюшни В дорогине вот подниматься вверх Там ещё одна конюшня То есть их в общей сложности было пять штук И они были все забиты лошадьми Сейчас их вообще уже не осталось Ну отца вот дома ещё лежат всякие поводья Обухи эти все Я говорю, выкинь ты их уже Никуда они не нужны Он всё мечтал сначала всё дома завести Господский дом Волышова построен в смешанном стиле Центральная часть барокко, боковые, классицизм Внутренняя отделка изумляет некогда своим богатством и красотой Двери из морёного дуба, мраморная лестница Лепка на стенах и потолках Паркет из редких пород дерева Начало 20 века, когда Эта Волышова находилась в идеальном порядке В 1910 году все здания были капитально отремонтированы, отреставрированы И весь парк был идеально ухоженный Все там хозяйственные постройки И лошади, и коровы голландской породы И питомник, значит, в идеальном порядке Больница в Александрове И всё находилось в начале 20 века в идеальном порядке К чему бы ни прикасались последние владельцы Волышова Сергей Александрович Строганов и его матушка Татьяна Дмитриевна Строганова Усадьба уникальна, поскольку не так много подобных строений Находится вдалеке от больших городов Сто гектаров земли с разного рода строениями, полями, парками и водоёмами Заблудиться можно на раз-два Впрочем, что я и сделала, пока пыталась осмотреть всё самостоятельно На помощь пришла краевед Лидия Васильева Она провела для нас двухчасовую экскурсию И посмотреть Волышова действительно есть что Вот это речка Вогощи Она впадает в шелонь И здесь были два шлюза на этой речке устроены Один шлюз верхний, вот там А второй шлюз нижний От нижнего шлюза там кое-что осталось И поэтому Вогоща была довольно полноводная И было сделано две заводи Вот там одна завод такая техническая была сделана А здесь вот даже она кафелем выложена Купальня такая вот Эти шлюзы, они держали определенный уровень воды Весной половодие шлюзы открывают, вода спускается Затем половодие заканчивается, шлюзы закрывают И приоткрывают, когда что-то слишком много воды Поэтому уровень воды был постоянный Везде нужны свои специалисты Не то, что какого-то смотрителя для Волышова, понимаете Иметь, а это надо и техника или инженера по мелиорации И вот по этим шлюзам надо иметь Это надо иметь и садовника отдельно Агронома, который там за полями будет следить И за севооборотом Надо иметь зоотехника Надо иметь коневода Чтобы содержать вот эту, можно сказать, республику в порядке Это просто, ну, такое достояние Это надо иметь много хороших специалистов И тогда все это будет в идеальном порядке Если вам, дорогие наши радиослушатели, есть что рассказать Звоните мне по телефону 62 92 90 Обязательно пообщаемся А ваши сельские истории Станут частью истории нашего родного края И, конечно, нашей программы Прямо сейчас по традиции звучит песня Сегодня она для жителей деревни Волышова Порховского района А я прощаюсь До свидания Выйду ночью в поле с конем Ночкой темной тихо пойдем Мы пойдем с конем по полю вдвоем Мы пойдем с конем по полю вдвоем Мы пойдем с конем по полю вдвоем Ночью в поле звезд благодать В поле никого не видать Только мы с конем по полю вдвоем Только мы с конем по полю идем Только мы с конем по полю идем Сяду я верхом на коня Ты неси по полю меня По бескрайнему полю моему По бескрайнему полю моему Дай-ка я разок посмотрю Где рождает поле зарю Ай брусничный свет А ли ей сто места А-ли его нет Ай брусничный свет А-ли да рассвет А-ли ей сто места А-ли его нет Полюшка мое, родники Дальних деревень огоньки Золотая рожь, да кудрявый лед Я влюблен в тебя, Россия, влюблен Золотая рожь, да кудрявый лед Я влюблен в тебя, Россия, влюблен Будет добрым год хлебород Было всяко-всяко пройдет Пой, золотая рожь, да кудрявый лед Пой о том, как я в Россию влюблен Пой, золотая рожь, да кудрявый лед Мы идем с конем по полю вдвоем Пой, золотая рожь, да кудрявый лед